Мох В основе ягель, который можно найти в лесах, но и вырастить самостоятельно, из 50 граммов получается целый килограмм. Сначала режем растение как основу, затем питаем его. Наливается кефирчик, он у нас маленький, он должен на молочке вырасти, то есть это питательный раствор и сахарочек. Мазками наносим на картон и оставляем на год, чтобы он вырос. А теперь можно его и обработать, стабилизировать. Проще говоря, законсервировать, убрать всю влагу и придать любой цвет. Наливаем глицерин, добавляем кипяточка, колер, то есть цвет какой-то насыщенный. Теперь отправляем его сохнуть в теплицу. Все это нужно для того, чтобы дальше мох не рос, от него не было запаха, но он оставался живым. А жучки какие-нибудь могут завестись? Нет, ничего такого нет. То есть безопасно, да? Абсолютно безопасно. Теперь мох готов к использованию в интерьере. Кстати, такое растение совершенно не нуждается в уходе, поливе, обрезке питания. Зато из него можно делать вот такие рамки для фотографий или картины. Особенно впечатляют с подсветкой. Ну вот сейчас и мы сделаем свой небольшой сувенир из мха, Алексей. Какие наши действия? Пару капель клеем пистолетом внутрь. Угу, теперь главная наша звезда, да? Это мох. Ну и я предлагаю камушки еще положить. Да, гулеты, гулеты побольше камней. Угу. И ракушку, как вишенку на торте. Ну все, вот так очень быстро и красиво у нас получилось. А главное, сам процесс приносит массу позитивных эмоций. Все хорошо, давай. Екатерина Серегина и Влад Мошек. Утро нового дня. Субтитры сделал... Продолжение следует...